МИД России Маганда русской культуры, ценностей и литературы в Центральной Азии является одной из ключевых задач России в регионе. Об этом 6 июня заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, сообщает Интерфакс. На пленарном заседании в Госдуме 6 июня Карасину был задан вопрос об отношении относительно перехода стран бывшего Советского Союза с кириллицей на латиницу. На что замглавы МИД РФ ответил. В том, что касается Российской Федерации, мы, естественно, развиваем активность в плане пропаганды наших ценностей, нашей культуры, нашей литературы. Конечно, сегодня прозвучало очень много стихотворений на русском языке. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день в странах Центральной Азии функционируют несколько российских и пророссийских организаций, которые в действительности занимаются распространением русской культуры и ценностей. У природы четыре сестрицы есть, у погоды четыре сестрицы. Выгружено около 20 тонн. Далее эти книги пойдут в школы города Душамбе, Курган-Тюбе. Например, в Таджикистане под эгидой Миноборнауки России ведет активную деятельность российской организации «Русский мир», которая под предлогом снабжения таджикских школ учебниками и учителями на самом деле продвигает свое колониальное просвещение в умы таджикских детей для воспитания в них покорности режиму Рахмона и поддерживающей его Россией. Жители Таджикистана не последовали за мнением Рахмона и проправительственного имам Хатиба, которые посоветовали не соблюдать пост в месяц Рамадан некоторым жителям страны. Напомним, что перед началом месяца Рамадан Рахмон и Совет Улемов порекомендовали не держать пост некоторым категориям людей, в частности Дехканам, которые работают на полях. Несмотря на это, Дехкане остались верны установкам своей религии и не оставили пост в месяц Рамадан. Руза – это великое испытание и у нас, за исключением беременных женщин и больных. «Многие держат Рузу», – сообщил в интервью «Азия Плюс» бригадир хозяйства в Турсунзаде Абдулхамид. «В дни разгара ухода за хлопчатником, сбора лука, огурцов, клубники, черешни, абрикосов, посадки риса и заготовки сена, работа в поле отнимает много сил и энергии. Дехкане работают по полдня», – говорит один из фермеров. «Я и сам не могу отказаться от поста, ведь это моя вера, но и работать больше половины дня для меня тоже тяжело. Мы ведь начинаем с 5 утра», – также отмечает он. Прокурор города Кунгурат, республики Узбекистан, Давлад Элмурадов, запросил 5 лет и один день дополнительного срока для обвиняемого отсидевшего 18 лет тюремного заключения в одной из самых жестоких тюрем Узбекистана – Жаслик. У осужденного по религиозным мотивам Саида Хрора Атахуджаева 23 апреля истекал срок заключения, и он должен был выйти на свободу. Но приехавшим родственникам так и не удалось встретить его в этот день. Администрация тюрьмы сообщила о возбуждении нового уголовного дела по отношению к Саида Хрору Атахуджаеву. За день до окончания его срока по статье 221 «Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. И что 30 апреля состоится суд. После выступления прокурора я с большим усилием сдерживала свои слезы еще пять лет за несовершенные действия. Мы всей семьей ожидали его освобождения во время сегодняшнего процесса прямо из зала суда. Я в недоумении, где найти денег еще на одну поездку для адвоката. Он каждый раз приезжает из столицы, и это обходится для нас недешево, рассказала в беседе с узбекской службой радио Би-Би-Си супруга Суждинова. Между тем адвокат обвиняемого полностью доказал необоснованность предъявленных обвинений и лживость выступавших в качестве свидетелей и работников тюрьмы. Судья Тимирнияз Абениязов объявил о вынесении окончательного приговора 12 июня. Отметим, что статья 221 Уголовного кодекса часто использовалась узбекскими властями при прежнем режиме для фабрикации нового уголовного дела против неугодных заключенных из числа представителей гражданского общества и узников совести для продления их сроков лишения свободы и их дальнейшей изоляции от общества. Ранее в соцсетях распространилось видеообращение матери Саида Хрора 84-летний ослепший Кумрихон Атахуджаевы к Шавкату Мирзияеву с просьбой разобраться в этом деле, после чего судебный процесс был отложен на неопределённый срок. Но всё же 5 июня суд состоялся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...